С апреля билеты на поезда могут подорожать до 60 гривен. Об этом сейчас говорят в Министерстве инфраструктуры. Но самое интересное, что не все пассажиры знают, что в эту сумму, в стоимость билета, включены не только постель и чай. По закону мы имеем право бесплатно пользоваться лекарствами, перевозить домашних животных и даже уехать раньше срока, указанного в билете. Но придерживаются ли работники железной дороги своих же правил? Это проверила Маша Себова. Мне очень нужно уехать сегодня, а не через неделю. Сейчас я попробую обменять этот билет и мне это должно сделать бесплатно. А вы знали, что каждый пассажир имеет право уехать раньше срока, указанного в билете? Все это есть правила в перевозке пассажиров. Сейчас расскажу, как они должны работать. Билет на поезд я купила заранее. Решила выбрать ближайшее направление, поэтому поеду в Фастов. Я беру билет в самый простой плацкарт и попробую его обменять на такой же, в тот же поезд и в тот же день недели. Стоить должен одинаково. Разница только в том, что уехать не надо будет ровно на неделю раньше. По правилам билет должны бесплатно поменять, если я приду в кассу не позже, чем за сутки до отправления поезда. Я так и сделала. Скажите, пожалуйста, поменять билет это здесь можно только, да? Спустя минут 20 я у цели. Здравствуйте, вот скажите, пожалуйста, мне нужно обменять. Не меняется. Не меняется? А как сделать так? Ну, что, давайте брать новый. Потеряете 30-30. Подождите, он же стоит всего 40 гривен. Вот это подстава, но я так просто не сдамся. Есть четкий восьмой раздел правил перевозки пассажиров. Имею право на обмен. Ну, я не могу понять, вообще-то по закону должны менять. Есть услуга, обмен билета. Значит, девушка, переговорование проездного документа с изменой станции призначения, або отправление. Я не изменую станцию. Слушайте, вам же надо закон слушать. Нужен. Оформленный уходковый касса, або через интернет в безготюковом порядке. В том числе, с використанием банки своей карты не здействуется. Правила перевезения пассажиров. Служир. Страничка 48. А есть это у вас тут, вот эта книжечка, чтобы ее мог человек обычный, простой, почитать? Ну, правила перевезения, да. Так вы же наклеили вот это вот. Это же наклеили. Это вкладка, это в дополнение к правилам. Прочистить вкладыш можно только через окно кассира, пока вся очередь напряженно ждет. Очень удобно. Так я же не изменю станцию, ни призначение, ни отправление. Билет девушка по безналу. Вы оплатили деньги, вы его заказали через интернет, поэтому нельзя. Если бы вы его купили за наличку, вы ехали раньше. По мнению отдельно взятого кассира, онлайн-билеты менять нельзя. А вот на сайте с официальным приказом такого пункта нет. Поменяла, блин. Вообще. Надеюсь, поможет администратор. Здравствуйте, возникла проблема в одной из касс. Я хочу обменять свой билет. Снова та же книжечка. Благодаря опросу непроиздного документа с изменой станции. Я не меняю станции. Вы слушайте, ну пожалуйста, вы еще молодая, я чуть постарше. Вы грани того, пожалуйста. Ну давайте. Объясните мне тогда как человеку логику. Если ты купил онлайн, значит все, у тебя пути на тот нет. У тебя полная дискриминация или что это? Почему дискриминация? Ну что, я не могу поменять. Не испорняется, нету еще не сделано так программно. Вот мы с вами будем говорить, как вы говорите. Нету еще такой права. Вот официальный закон запретов на обмен онлайн-билетов нет. Похоже, проблема только в том, что компьютеры кассиров не заточены под реализацию закона. Поэтому правила правилами, а по факту поменять можно только билеты, купленные в кассе. А я тем временем попробую еще одну мелкую, но очень важную услугу. Надеюсь, хоть она бесплатна с любым билетом. Каждый пассажир имеет право на вокзале бесплатно сходить в туалет. Что? Вот тебе на 3,50. Подождите, а если с билетом? Супер, хочешь сходить бесплатно, иди в туалет попроще. Здравствуйте, а у вас по билету только можно бесплатно? Спасибо. Чтобы билет не поменяла, но хотя бы бесплатно зашла в туалет. Это, по-моему, единственная услуга, которая реально оказывается. Хоть одна маленькая радость. На следующий эксперимент я иду не одна. Знакомьтесь, это Моника. По правилам перевозки вы с собой можете абсолютно бесплатно взять кота. Но самое главное, он должен находиться вот в такой клетке. Отдельный билет коту брать не нужно. Единственный минус – всю поездку моей новой подруги Монике придется провести в клетке. Коже, бедная кошечка страдает. Нелегкая-то ножа, кот. Наконец, дошла до своего 15-го вагона. Предъявляю билеты, но проводник моего попутчика не оценил. Так, а можно бесплатно провозить. Кто вам сказал? А как это? Кто вам сказал? По правилам перевозки. Подождите, есть правила перевозки животных. В мире бесплатно. Петанция багажной по перевозке животных. Нормально, контент. Правда, у вас есть ветеринарный? Конечно. По правилам нужно иметь с собой ветеринарный паспорт, но отдельный билет покупать не нужно. Моя задача какая? Платить и все, если вы успеете. Если я успею. Вообще, в 15-м разделе правил перевозки пассажиров и багажа написано, кот в контейнере проходит как ручная кладь. Ну, не говорите то, чего нет. Я 43 года на колесах. Вы не платите за кота. Вы платите за перевозку животного. Багажную квитанцию. Я вам еще раз объясню. А она дорого стоит вообще? Сколько она стоит? По-моему, 45 гривен. Оказалось, проводник действительно прав. Не учла один подпункт. Билет коту действительно не нужен, а вот багажная квитанция нужна. И советую о ней позаботиться заранее. Иначе не успеете на поезд, как я. На этот раз я точно успею и ехать буду в вагоне люкс. Ого, мы рядом с рестораном живем. Проводник встретила меня прям очень любезно. Посмотрим, чем порадует вагон. Так, что у нас тут есть? Телевизор есть. Телевизор. Еще из благ цивилизации по бутылке воды для пассажиров. Где-то должны быть бесплатные наборы продуктовый и гигиенический. Чуть позже спрошу о них проводника. Любопытно, а что вот это такое интересное? Так должно быть какие-то чехлы странные. Велюровые бортики скрыли подальше от глаз. Ой, там пылючка. Капец, это прикрыли специально. Прикрыли чехлами. Нельзя пропылесосить. Один раз принести пылесос, и все было бы окей. Температура в поезде тоже пока не вдохновляет. Я, конечно, понимаю, что при температуре 18 градусов люди хорошо сохраняются, но тут даже не 18. Даже телевизору я радовалась рано. Что-то не работает. Судя по тому, как он попрелся пылью, то это даже не странно. Но попытаюсь счастья у проводника. А вот и проводник. Пора все разузнать. Выдадут ли Маше в СВ-вагоне продуктовый набор и средства для гигиены? Смотрите уже через несколько минут. Она выложила 730 гривен за поездку в СВ. Что же там едят? 190 гривен. Как развлекаются? Я смогу два раза сходить в туалет. И на чем спят? О боже, их очень много. Стоит ли переплачивать за VIP-билет в украинских поездах? Солнечная страна. Приветливые жители. Украинцев мы любим. И зарплата 900 евро в месяц. Уже пятый подъезд на сегодня. Трошки спинка поболее. Как же без особых навыков заработать на машину? Учились трусы. Это зарубичаны. Португалии. В абзаце продолжение железнодорожного расследования. Маша Семова проверяет, насколько соблюдаются права пассажиров. И оказывается, что в системе есть сбой. И за обмен билета доплату могут попросить, хотя не должны. И в туалет бесплатно не пустить. А вот теперь наша Маша купила за 730 гривен билет в СВ-вагон. Да за такую цену там икрой должны кормить. Ну, я так считаю. Но что взамен предложили Маше? И какой неприятный сюрприз она нашла у себя под подушкой. А я вообще первый раз в СВ-вагон. Но я читала, что вообще должны выдавать какой-то гигиенический набор и продуктовый набор. Я не знаю, зубную пасту или что там. Вот это вот, что выдают. Продуктовые наборы, это у нас были ланчбоксы. Но их сейчас нету пока. Там цена 45 гривен. Ну, там же входило, я вам скажу, маленькое вот это печенечко, маленький сок, одна овсяная кашка вот это в пакетике и супчик. Мало того, что по правилам бесплатный продуктовый набор почему-то надо заранее оплачивать в кассе, так его даже за деньги сейчас нет. А телевизор работает вообще? А у телевизора-то не работает, потому что у нас нету украинских кассет. А такие фильмы нам закупить. Потому что тут вообще стоят. А зачем вообще Украинская залезница закупала такие фильмы? Девочки, мы сами покупали, мы покупали там с того, где носить. В общем, так, смотрим гигиенический набор. Есть одна зубочистка. У меня есть целых две накладки на унитаз. Я считаю, это роскошь. Я смогу два раза сходить в туалет утром и вечером. Но вот влажная салфетка для обуви, это дело как раз очень-очень нужное, потому что с нынешней погодой пригодится точно. Так, влажная салфетка для рук и лица. Я ошиблась. Кушать можно два раза. Можно два раза кушать. У меня есть две зубочистки. Ну и салфеточки. В общем, из продуктового набора, на который я так рассчитывала, есть, похоже, только вода, которая называется «Холодок», производство Украинской залезницы. Хорошо, хоть в поезде ресторан есть. С голода не умру. Цветочки, искусственные. Салфеточки, шторки. Минут через пять мне подали меню. Так, у нас не курят. Запрещено приносить в ресторан свои продукты и напитки. Помидоры по-итальянски, салады греческие, с брензой. Цена 76 гривен за салатик с брензой. Тут как бы не так дешево, реальный ресторан. У меня в голове полный диссонанс. Антураж, как в забегаловке, а цены... 165 гривен беточек куриный. Так, что-то мне как-то смущает чуть-чуть. Сладкие блюда, лимон с сахаром. Апельсин, сладкое блюдо. Какой-то биток из свинины стоит 190 гривен. Мне кажется, это даже не для каждого киевского заведения нормальная цена. Заказывать еду в таком прекрасном ресторане я таки не решилась. Ну я в шоке с этого ресторана. 190 гривен за отбивную свиную. И там вы видели условия? Клееночка застелена, искусственные цветочки, какие-то стрёмные шторки висят. И 190 гривен? Стоять беточек? Вы серьезно? Придется обойтись своим бутербродом. Попробуй его хотя бы разогреть в микроволновке у проводника. Опять же, по правилам, вы бесплатно можете воспользоваться холодильником и микроволновкой. Причем в любом вагоне, не только в СВ. Я прошу прощения, а у вас есть микроволновка, да? Можно разогреть что-то? А, нету. Если ее даже в СВ нету, то где она есть? Стояла микроволновка, но сейчас его нет. Забрали? Никто ее меня держит. Никто создали в Москве. Мне уже просто любопытно, для кого вообще писали эти правила? Я, если честно, думаю, что хотя бы в СВ будут розетки в самом купе. А там, кстати, есть одна розетка. Все равно телек не работает. Я думаю, что его эта розетка не особо спасет. Нет, это явно для пассажиров. Потому что к ней забраться невозможно. Да, придется, как в обычном вагоне, идти и заряжаться там, снаружи. Серьезно, даже тут не работает? Это же, СВ, это же повышенный комфорт. Чуть позже, правда, оказалось, что розетка в купе так и есть. А тут розеток же нет у людей. А вот это розетка? Да, вот это вот. Я просто не там искала. Никто не догадывается, пока не покажет. Люди выходят, а что у вас, розеток нет? Здесь вот розетки. Но когда я решила подзарядиться... Вот это вот, две дырочки, вот эти вот, вот эти. Это как розетка. Не, она не работает. Может так? Давайте на другом попробуем. Протестируем, так сказать. Ага, вот тут. Нет эффекта. А билет мой на секундочку стоил 730 гривен. Вы знаете, розетка как бы есть. Телевизор тоже как бы есть. Даже зеркало есть. Но только что-то во всем этом, как-то комфортно, насыщенность СВ, шик. Вообще даже близко не пахнет. Какие дополнительные услуги, если тут даже обычных, оказать не могут? Но главный сюрприз меня ждал перед сном. Еще одна обязательная услуга в СВ – постель должна быть расстелена к приходу пассажира. С этим мне как раз повезло. И у каждого даже по две подушечки, чтобы было удобно. Видите, постель такая вот с вышелкой, нарядная. Но, похоже, я рано радовалась. Сейчас только надо посмотреть, насколько она чистая. Ну, сейчас... О, боже! Там чьи-то волосы. Блин. Вот, посмотрите, их очень много. Тут куча чьих-то волос. Мое терпение на исходе. Я вот, как бы, решила взять полотенце, прилечь. Смотрю, а тут все волоса. Я не знаю, может, просто кто-то спал, и оно не может... Ну, вот, вы видите, это же я не придумывала. Ну, это так стирать. Я вам скажу, от чего. Вот эти одеяла, вот они меняют. Люди укрываются. И оно все остается. Какая разница, одеяло или нет, волос на полотенце быть не должно. У меня человек, скажем так, чуть-чуть брезгливый. Мне сейчас надо будет умываться этим полотенцем. Да. У тебя тут чьи-то волосы. У вас нет хотя бы полотенца другого. Проводник таки принесла мне полотенце из другого комплекта. Просто, знаете, как-то, честно сказать, некомфортно. Рассчитывал на одно, когда покупал билет СВ все-таки. Я же вам говорю, мне верьте в то, что вот они сейчас тоже будут повышать эти цели. Еще сильнее повышать? Боже, хоть бы они какой-то сделали, извините, ремонт или хоть что-то. Вот они убитые. Ничего нет. И тут мне стало ее жаль. Ведь за просчеты начальства отдуваться перед пассажирами ей. Вот даже сейчас, да, тут была когда-то микроволновка, но ее уже давно нету. Она сгорела, никто ее меня делал. Вот то, что сняли, вы не стыли. А микроволновку я же не могу купить. Вот эти тарелки у нас тут сами купили. Моющие из Христва все сами покупаем. Тряпки есть, думаю, тоже таскаем, чтобы вагон этот помыть. Просто вот так люди делают замечания. Ты, слушай, стоишь в полном смысле, как идиот. Вы простите, потому что, понимаете, не хочется лично вам претензий. А проблема в том, что никому, кроме вас, ее сказали нельзя. Ну, конечно, потому что это сама писка. Я бы с удовольствием еще раз проехалась в этом СВ, но уже не одна. С руководителем Укрзалезнете и книжечкой правил перевозки пассажиров. Может, хоть так их начнут соблюдать? Приглашение войти к Кубальчину уже отправила с нетерпением. Жду ответа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok